Всем привет, мои хорошие! С вами Агеймили и сегодня я снимаю для вас роллы и манты. Знаете, это называется выходим из положения как можем. Со вчерашнего дня у меня остались роллы, чуть-чуть совсем, и осталось пару штук манты в морозилке. Я подумала, почему бы это не замиксовать и не снять для вас мукбанк. Потому что, как вы знаете, у нас рестораны закрыты и вообще с едой немножко туговато. Хотя сейчас у нас есть доставка вольт, она теперь доставляет ко мне домой, хотя раньше нет, хотя я живу в городе, не знаю почему так. Я очень люблю вот эти вот в темпуре, я их всегда называю запеченные, и они с шапочкой здесь, икра, сыр, в общем, выглядит очень аппетитно. Слегка вот так вот всегда макаю и давайте кушать. Обалденно! Сегодня со мной случилась очень неприятная ситуация. Даже, можно сказать, очень странная ситуация. Я встала утром и заметила, что у меня палец ноги просто окровавлен. На одном пальце прям высохла кровь, и прям крови много. Я сняла историю и показала вам. Мне сначала как-то это забавно показалось. Думаю, куда я бы могла бы удариться. После того, как я это опубликовала, очень много девочек мне написали. Помнишь, Айка, ты рассказывала про то, что ты лунатик, что ты ходишь по квартире, когда спишь. Может быть, ты просто в этот день тоже как лунатик ходила и куда-то ударилась ногой. Сейчас тоже у меня, кстати, в инстаграме эта история есть. Вы можете заглянуть и посмотреть. Я такая подумала, и у меня, знаете, такой джих в голове. Я смотрю, что дверь на балкон тоже открыта. Но когда я засыпала, я ее закрывала. И еще входная дверь в мою комнату. Вчера просто был жуткий ветер. Мне реально было очень страшно вчера. Хотя бабушка дома и все дела. Ветер издавал такие звуки, что было такое ощущение, что кто-то зашел ко мне домой. Я закрыла комнату. То есть закрылась в комнате, точнее. А в утром, когда я проснулась, бабушка просто взяла и зашла ко мне в комнату. Я просто вспоминаю этот момент и не понимаю, как дверь могла открыться сама по себе, если я ее закрыла изнутри. Я понимаю, что, скорее всего, ночью я как лунатик, как в свои 13-14 лет ходила туда-сюда. И вы знаете, по идее это не страшно. Но дело в том, что во время сна, например, я могу выйти на балкон. И мне, например, во сне кажется, что я перепрыгиваю через забор какой-то. На самом деле я просто бросаюсь с восьмого этажа. Я не хочу никого пугать, но все-таки это не мелочь. И лучше оберегать себя. Очень вкусно. Я решила, каждый раз, когда я буду засыпать, я буду закрывать дверь на балкон на ключ. Потому что, мало ли, это получается, я так ударилась ногой и даже не проснулась, представляете? Настолько глубокий сон. Для меня сначала как-то забавно было, что проснулась нога вся в крови, а потом я заметила, что вот эта часть руки у меня тоже что-то очень сильно болит, как будто я как-то упала. Вот. Скорее всего, ночью я ходила как лунатик. И с этим, пожалуй, нужно что-то делать. С рыбкой внутри. Очень вкусно. Сначала я как-то по приколу выложила это в инстаграм. Но затем смотрю все комментарии, они одинаковые. просто все пишут, Айка, ты помнишь, ты рассказывала про то, что ты одно время была лунатиком? Я такая сразу думаю. Я такая сразу думаю. Точно. В общем, такая ситуация со мной произошла сегодня утром. Вкуснотища. Я только роллы кушаю, у меня манты здесь стоят, ждут. Но ничего, сейчас до них тоже доберусь. Ой, так как я не люблю, знаете, когда полностью в соус падает ролл. Прям даже кушать не хочется сразу его. Он становится супер соленым, а я так не люблю. не знаю, как я буду палочками брать манты, которые прилипли, кажется. Нет, не прилипли. Макаем в тот же соус. Я один раз попробовала с соевым соусом манты. Потом я ела пельмешки с соевым соусом. Сейчас даже хочу попробовать грузинские хиньгали с соевым соусом, потому что это очень вкусно. просто подсела на соевый соус. Вот такая вот ситуация, ребята. Я надеюсь, вы сильно ругаться не будете, что я прям руками буду это кушать. Мне просто так намного удобнее. Я сама их варила, и больше их нету. Это последнее. Кстати, я не одна такая. У меня еще двоюродный брат. Он тоже прям всю жизнь был лунатиком. Но потом, по-моему, он ходил к какой-то гадалке. Точно не помню, к кому он ходил. Но у него как-то это прошло. По идее, это не опасно. Просто, когда ты просыпаешься, у тебя нет такого ощущения, что ты выспался. В состоянии сна ты можешь около часа, например, стоять где-то около зеркала. А можешь и всю ночь. Поэтому такая-то штука, знаете, больше психологическая. Обычно с этими расстройствами идут к психологу. Как-то так, ребята. Погода просто бомба. Такой ветер. Не холодно, не жарко. Ветер такой прохладный. Сидишь на балконе и просто кайф ловишь. Итак, давайте немножко поотвечаю на вопросы. Первый вопрос, на который хочу ответить, это я, букахолик. Вопрос звучит так. Последняя книга, которая тебе понравилась. Я, если честно, давно уже просто не читаю. Но есть одна книга, которая прям запала мне в душу. Это Теодор Драйзер. Как называлась книга? Сестра Кэрри. Я просто читала на азербайджанском языке, чтобы развивать свой азербайджанский. Но мне настолько понравилась эта книга. Вот, я вообще слышала очень много положительных отзывов именно о книгах Теодора Драйзера. Говорят, что он хороший писатель. Но я прочла только одну книгу, и мне она безумно понравилась. Я ее брала в библиотеке. Раньше я покупала книги. Но я поняла, что это бессмысленно. После того, как ты один раз прочитал, зачем тебе эта книга? Она просто так занимает место. Вообще, я думаю, что чтение книг очень развивает речь. Я элементарно в последнее время стараюсь больше говорить на азербайджанском. Потому что на работе требуется. Я замечаю, что мой русский начинает подхрамывать. Я начала читать книгу на английском языке. То есть, через каждое, не знаю, восьмое слово я залезаю в переводчик. Все не настолько просто, как хотелось бы. Но я стараюсь развивать все языки, которые я знаю. И в результате страдает мой русский язык. Я иногда говорю такие фразы, которые звучат очень смешно и глупо. Например, я иногда говорю «Вытащить деньги из банкомата». Понятное дело, что это грамматически очень тупо звучит. Но это дословный перевод этой операции на азербайджанском. Я знаю парня, который знает пять языков. И на всех он говорит вот так вот. Я чуть, например, неделю не говорю на своем родном языке. Я уже его забываю. То есть, в этом плане у меня память вообще куриная. Но, опять же, например, если бы у меня был бы ребенок, я бы очень хотела, чтобы он знал английский, русский. Прям вот супер. Дальше, чтобы знал Лизгинский, мой родной язык. Хотя он никогда бы ему не пригодился. Все равно я бы хотела, чтобы он знал этот язык. Просто потому что... Потому что я лизгинка. В общем, как-то так. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачного дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok